На пересечении улиц Павла Морозова и Флегонтова в ночь на субботу в сдвоенную стальную опору на полном ходу врезалась Тойота ОПА. Тяжелейшие травмы получили два ехавших в ней человека. Автомобиль на большой скорости двигался со стороны Ерофея Рены. Сила удара была настолько велика, что двигатель фактически оказался в салоне машины. Водитель 1993 года рождения, не справившийся с управлением, получил открытый перелом голени. У него диагностирован разрыв печени. Аналогичная травма у пассажира 1987 года рождения. Кроме того, имеются переломы предплечья и бедра. Оба попали в реанимацию. По словам медиков, по крайней мере от пассажира сильно пахло алкоголем. На момент аварии 24-летний шофер был лишен водительских прав, причем уже во второй раз. Что произошло на дороге, будут выяснять следователи. Об опору был разбитый Ниссан Лаурель, обнаруженный патрульными на проспекте 60-летия Октября, неподалеку от остановки Южнопортовая. Если в этом случае пострадавший, доподлинно неизвестно. Водитель покинул место ДТП. Владелец машины, 40-летний хабаровчанин, к месту событий ехать не захотел. Представлять свои интересы мужчина отправил 18-летнего племянника. Тот рассказал полицейским весьма занимательную историю. Лаурель якобы взял поездить житель Приморья, который приехал в гости к собственнику машины. По всей видимости, он попал в аварию, но сообщать о ней владельцу автомобиля не спешил. Насколько правдива, эта версия автоинспекторы судить не решились. Очевидно, что сидевший за рулем не справился с управлением на мокрой дороге. Лаурель занесло, и он, крутясь волчком, налетел задней частью на столб. Это ДТП оформлять не стали. За отсутствие ущерба чужому имуществу. А на улице Павла Морозова, неподалеку от пересечения с прогрессивной, в результате неудачного маневра водителя Тойоты Тойо Айс в кювете оказался Мерседес. Автомобили двигались друг за другом в южном направлении по разным полосам. Водитель легковой машины ехал по первому ряду, владелец грузовика по второму. 48-летний шофер синей машины при перестроении не заметил едущий рядом седан и задел его задней частью кузова. Водитель Мерседеса, избегая столкновения, бросил машину вправо. Именно на этом участке трасса сужается, и после удара о бордюр черный автомобиль улетел за пределы дороги. 27-летний хозяин легковой машины не доехал всего пару километров до дома. Он работает эвакуаторщиком, немецкий автомобиль приобрел полтора месяца назад. Со страховкой у виновника аварии все оказалось в порядке.